Даже художница, художник по игрушкам, сделала этого мальчика. Книга очень серьёзная на самом деле, и в ней много такого научного доложено, хотя на это приключение. Вокруг света на птичьем крыле так называется новая книга журналистки Екатерины Каликинской. Несмотря на 20-летний писательский опыт, на создание этого произведения у неё ушло 6 лет. Главный герой сказки, мальчик по имени Пти, облетает земной шар на крыльях разных птиц. И рассказывает людям, почему пернатым жить на планете становится всё труднее. Когда он летит вместе с птицами, для него проблемы экологии становятся просто жизненно важными. Потому что если это свалка, он едва не погибает на свалке от крыс и от вредных, так сказать, испарений. Если это браконьеры, то от них погибают его друзья, и он пытается их выручить. И это ему даётся, конечно. Писать эту сказку Екатерине помогали профессиональные биологи. Причинами гибели братьев наших меньших они считают загрязнённый воздух, браконьерство и мусор. Вокруг света на птичьем крыле не единственное произведение писательницы на экологическую тему. Особой популярностью у детей пользуется повесть «1111 слонов». Это я соединила свои заветные детские воспоминания о живом уголке, который был у меня в школе, который очень много мне дал, с современной ситуацией. То есть уже там школа относительно современная, она не в Москве, в небольшом городе. И дети, устраивая такой тайный живой уголок, они начинают понимать, что такое экология в большом смысле, как связано всё между собой. После презентации книги для школьников провели познавательную викторину про птиц. Главная цель – проявить ребятам любовь к фауне. Надо заботиться о птицах, не надо их убивать, надо за ними следить, их кормить, стараться делать им как можно лучше. Если у них ранено крыло или ещё что-то, надо им помочь. Во-первых, это не надо суббать деревья, чтобы им было где жить. И надо на этих деревьях иногда хоть ставить кормушки с едой. Жители Реутова небезразличны к пернатам. Ежегодно в городе проводится акция «Покорми птиц зимой». Горожанам раздают специальный корм для птиц и памятки инструкции, как правильно их кормить. Такая акция, конечно, нужна, потому что, скажем, в сильные, такие жестокие морозы бывают, что действительно птицы гибнут довольно часто. И пища помогает им просто поддерживать теплообмен. Поэтому, конечно, мы сохраняем таким образом какое-то количество птиц. Ну, кормушки, конечно, желательно, чтобы они были специально сделаны и учитывали и размеры птицы, и высоту. Следующая встреча с московской писательницей в Реутове пройдёт в мае. Екатерина презентует читателю свою книгу о военных хирургах.